Приветствую вас. Жаль, конечно, что вы не написали сколько лет девушке. Самое большое то, что вам 18-го я понял, а вот сколько девушке лет не очень наверное. Вот, было бы конечно лучше, если бы её возраст вы тоже написали. Стоит ли спасать отношения? Понимаете, мне кажется, что здесь вы не совсем в верную сторону идёте, потому что на первый план вы ставите именно отношения. Да? Что есть? Не человека, а отношения. И на мой взгляд, в этом и заключается самая главная проблема. Потому что человек важнее отношений. Человек важнее отношений. И если вы допустим, если для вас допустим важнее именно построение отношений именно семья, то волей-неволей в таком случае человек будет вами отодвигаться на задний план. И волей-неволей вы будете терпеть какие-то вещи, которые вам чисто объективно не нравятся. От которых, от которых, точнее, вам чисто объективно не по себе. Вот. И я могу вас понять. Поэтому я думаю, я думаю, что необходимо сделать выбор в первую очередь. Да? Выбор в сторону того, что для вас важнее. Отношения или человек. Если для вас важнее человек, то совершенно очевидно, что девушка не так уж и счастлива с вами, находясь на расстоянии. И не так уж она, образно говоря, возможно верит в то, что у вас все получится. Возможно верит вам. Возможно сомневается. То есть, тут достаточно много разных есть нюансов. Но факт тот, что если она ведёт себя подобным образом, если девушка говорит о бывшем, то это значит, что она, ну что-то её не устраивает. Чем-то она не удовлетворена. К сожалению. И если вы ставите на первое место её девушку, то ориентироваться желательно. Именно на то, что её не устраивает. Вот. Ну а не устраивает её то, что вы, вероятно, не вместе, то что вы на расстоянии. Вот. Такая вот история. Я бы сказал, что вы не очень уверенный себе человек. Вот. Я бы сказал, что вы склонны к ревности. Вот. Ну и я бы сказал, что смерть для вас имеет такое гипертрофированное значение. Потому что во главу главы ставите именно отношение, но не человек, для которого, собственно, всё это происходит. Поэтому, на мой взгляд, исходить начни с этого, из вашего выбора, и дальше уже смотреть, как поступать. То есть, в принципе, то, что девушка говорит, да, это может не значит ничего, а может значит что-то. Но, если для вас, например, именно важно самочувствие, состояние, девушкам, что это всё не имеет значения. Что ж она делает. Не потому что, на это, на это, нужно, там, не знаю, забить. Вот, например. А именно, потому что, если девушку вы любите, то беспокоиться будете, ну, возможно, в первую очередь, о её состоянии, о её самочувствии. Вот. Или будете беспокоиться о себе. Что, в общем-то, тоже нормально. Вот. То есть, в первую очередь идёт, что для вас семья, для чего она вам нужна. Да. Да. А ещё, ваша общего с девочкой. Как у вас развивались отношения, вот, почему вы, собственно, выбрали себе именно такую девочку. То есть, ну, условно говоря. То есть, почему вы, например, не выбрали себе женщину, там, поближе из своего окружения и прочее. То есть, что-то у вас общего должно быть. Ну, нужно понять, что у вас общего опять. Потому что, если у общего ничего, то это будет проблема. Ну, это проблема. Вот. Плюс, нужно лично вам в себе разобраться и вообще определить, что с вами лично происходит. Потому что. Сейчас, на данный момент, речь идёт о том, что вы сами переживаете, что вы сами страдаете. Вот. И у этого. Я считаю. Даны будут свои причины. Вот. В которых нужно разобраться. Потому что девушка может, в конце концов, придумать. Девушка может, в конце концов, вам не верить. Но. То, что вы зависите от неё. Что вы зависите от её действий. Потому что, тем более, при условии, что. Ну. При условии, что она находится. Находится. Достаточно. Ну. Ну. Далеко. От вас. Вот. Вот. Это, конечно, проблема. Это проблема. И это, ну. Довольно. Серьёзная. Проблема. На мой взгляд. На этом всё. Я надеюсь. Что. Он мог вам. Если. Вам понравился мой ответ. Буду благодарен. за его отнимку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь. Что ситуация разрешится. Что теперь случилось на моём İnстодбище? С sensitive на Okej. на моём моём бухке. Удачи. Он за enemies. Это fog. Я боюсь. Я brandаюсь.